Ох, как я рада, как я рада приветствовать в нашей студии космонавты настоящие. Сегодня в праздник у нас Сергей Красаков. Сергей, здравствуйте. Да, добрый вечер. Знакомьтесь, это Ваня. Очень приятно, очень приятно. Да, дорогие друзья, с Сергеем вы все знакомы. Во-первых, мы за вами все время наблюдаем, когда вы в космосе. Это раз. Во-вторых, конечно же, все помнят ваш блистательный дуэт с группой Ума Турман. Мы здесь представляли песню, потому что Сергей записывал музыку прямо на орбите. Это я не знал об этом. Да, ну что, Сергей, поздравляю вас с праздником. Спасибо, Алла. Приветствую вас и радиослушателей, и тоже поздравляю всех с этим нашим общим большим праздником. Да, это действительно наша гордость. Я всегда этот праздник, как 9 мая, отмечаю со слезами на глазах. Но это слезы, конечно же, радости, гордости, потому что осознавать, что мы первые, что мы лучшие, что нас никто не догонится. Ну, по крайней мере, тогда было так. Тогда действительно... Увалы сейчас слезы на глазах. Да, потому что это действительно... Я очень люблю День космонавтики. Ну, хорошо, я думаю, что слушатели со мной здесь солидарны. Сергей провел на орбите почти 195 суток. Это, конечно, очень много. Я уже сказала, записали там и клип. Вот скажите, есть какие-то традиции, как космонавты отмечают этот праздник? Больше всего везет тем космонавтам, которые 12 апреля находятся на орбите, потому что они, наверное, единственные, кто полноценно могут отметить этот праздник. Потому что все космонавты, которые находятся на Земле, те, кто в отряде космонавтов, они в этот день и всю эту неделю, наверное, представляют собой такую артель Дедов Морозов в Новый год. Потому что расписаны каждый день по нескольким мероприятиям. То есть мы с удовольствием везде ездим, рассказываем о своей работе. Мы поздравляем с ним праздник. Даем интервью. А правда есть такая традиция, когда космонавтов везут уже на запуск корабля в автобусе, в скафандрах, то включают им песню группы «Земляне. Трава у дома». Я где-то читал, что есть такая традиция. Сейчас мы узнаем. Есть такая? Есть традиция, когда космонавты еще только выходят из гостиницы «Космонавты», где проходит предполетная подготовка на Байконуре и шествуют к автобусу, который повезет нас на диване скафандр подальше к ракете. И вот этот проход всегда традиционно под музыку «Трава у дома», «Земля в иллюминаторе». Прекрасно. Вот давайте мы прямо сейчас все представим, что мы космонавты. В День космонавтики сегодня у нас космонавт Роскосмоса Сергей Корсаков. Мы, конечно, с вами счастливы с вами проводить этот праздник, потому что, конечно, вы знаете, вот есть такая традиция. Потрогаешь в этот День космонавтов, как я сейчас делаю, загадаешь желание? Одно. Ну, до двоих у нас с тобой, да, я уже загадала. И это желание обязательно осуществится. Сергей, я у слушателей сегодня спрашивала, мы у слушателей спрашивали, в чем они номер один? Если мы опустим сейчас вашу профессию, в чем вы номер один? Хм, к этому вопросу надо готовиться, потому что я человек скромный. Скромный, да. Скромность может быть номер один. Прекрасно. Скромность номер один. Это хороший ответ, хороший вариант ответа. А такой вопрос по теме сегодняшней нашей. В детстве, кем вы мечтали стать? Ну, ответ, наверное, очевиден. Нет, мы сейчас узнаем. Кем космонавты мечтают стать в детстве? Так, когда я читал научно-фантастические книги, я, конечно, мечтал стать космонавтом, но это была прям мечта-мечта, то есть то, что несуществимо. И я, как человек такого практического склада ума, начал искать что-то более реальное, но не менее романтичное. И поскольку мой отец военный моряк, то есть меня тоже увлекла тема моря, кораблей. Я хотел пойти по этому направлению. И быть пиратом. Быть пиратом. И искать сокровища. Остал космонавтом. Но, тем не менее, на кораблях теперь я так же перемещаюсь. Да, это правда. Ну, а в какой тогда момент вы поняли, что все-таки не в военно-морской флот, а именно в космос? Вот что произошло? Это судьба была или что-то случилось? Ну, это да, сечение обстоятельств, когда я не смог пойти по направлению военно-морскому. И тогда я переключился на космос. Но тогда не было такого плана стать космонавтом. Просто создавать что-нибудь для космоса, космическую технику. Просто быть причастным к этому большому делу. Ну, в итоге получилось так, что мечта стала реальностью. Мечты сбываются. Ой, многие мальчишки мечтают быть космонавтами. Ребята, не переставайте мечтать уже и в сознательном возрасте. Потому что, видите, как получается. Человек мечтал быть мореплавателем, а стал космонавтом. А космонавт Роскосмоса Сергей Красаков сегодня с нами. Блиц. Блиц о космосе. Мы же там не были. Расскажите. Опишите космос двумя словами. Космос – это свобода, раз, вдохновение. Два. И достижение. Три. Супер. Как тренироваться в невесомости? Я имею в виду тренироваться в плане, ну, зарядка. Мы бегаем на беговой дорожке. Для этого нас привязывают резинками к ней. Это мой муж все мечтает. Он говорит, я тебя буду привязывать к беговой дорожке. Ты просто так не зайдешь туда иначе. Да, по той же схеме. И у нас есть силовой тренажер, имитирующий штангу. Вы тоже туда привязываетесь? Там мы не привязываемся, но поскольку обычная штанга не работает в космосе, там очень сложный механизм сопротивления гидравлических цилиндров. И есть еще велотренажер, там, конечно, попроще. Но тоже привязываемся, чтобы не уехали далеко. В какие игры играют на МКС? Мы играли и в футбол, и в хоккей. Настольные? Нет, настоящий у нас был весь инвентарь. У нас и был мячик футбольный. Меховой, тяжелый? Да, обычный. Был и волейбольный мяч, и ворота нам заменяли, проемы люков, модули. Так, а хоккей? Хоккей тоже удалось поиграть. На станции нашелся инвентарь, клюшки, шайба, даже хоккейная форма. Да, хоккей, к сожалению, не было. Ай, прикольно. Что самое сложное было для вас в космосе? Самое сложное, ну, наверное, покидать космическую станцию было. Грустно? И грустно. И, с одной стороны, радостно, потому что ждут родные и близкие на Земле. Но улетать и потерять чувство невесомости и полета, и неизвестно, когда оно вернется, вот это было тяжело. Как праздники отмечают на МКС? Мы каждый праздник собираемся всем экипажем международным, от 7 до 11 человек в данный момент. И на каждый праздник мы готовили тортики. Это была наша экипажная традиция. То есть это возможно прямо у плиты постоять, приготовить что-то? У плиты нет, но из подручных материалов, из печенек, коврижек, каких-то лепешек, джемов, варенья, сладкого творога, орехов, шоколада, сгущёнки, мёда. Удавалось слепить. Самая необычная конструкция, потому что гравитация отсутствует. Есть фотодоказательства? Да, в соцсетях. И, наконец, последний вопрос. Почему нельзя чихать в космосе? Ну, конечно, мы чихали, не могли удержаться. Ну, есть поверье, что если космонавт чихнёт в космосе, то за счёт реактивной силы его отбросит назад. Но на практике этого не происходило. Мы проводили эксперименты. Ну, главное, прикрыть рот, чтобы не заразить своих товарищей. Чиханим. Это был Блиц. Сразу после прекрасной песни мы продолжим выяснять, что ж такое ещё есть в космосе, чего мы ещё не знали об этом. У меня в гостях Сергей Красаков, космонавт России. А если вот быть точной, я помню, что в 2012 году вы прошли вот тот самый отбор в отряд космонавтов. Для того, чтобы полететь в космос, вам потребовалось в этом отряде находиться в течение 10 лет. Вот такой долгий путь, или он может быть недолгий, или это нам кажется, что он долгий. Вот почему так долго готовили вас? Это плюс-минус стандартный срок подготовки. То есть примерно 10 лет? Обычно от 7 до 15 лет в этом интервале. То есть кому-то везёт, кто-то за 7 лет справляется. Да, но это, да, связано не с, скорее, индивидуальными даже особенностями в большей степени, а с программой полёта, кому как повезёт. А я думала, с гороскопом. Может быть, с гороскопом. Потому что бывает, что, например, программа шаттла закрывается, бывает, что количество кораблей, которые летят в космос от России, тоже меняется. Вот мы, наша группа, наш набор попал как раз-таки на такой период, что нам пришлось подождать. То есть вы прямо в очереди там стоите? Да, в очереди. Ну, новое поколение ребят, которые в 2018 году пришли, в 2020, вот им повезло, они, наверное, через 5-6 лет уже полетят. Как раз про новое поколение. А как сейчас попасть в отряд космонавтов? Нужно дождаться, когда будет объявлен набор. Раз в несколько лет это происходит. И изучить требования. А набор это где? По телевизору говорят? Вот как вы его? Хотите принять участие в нашем шоу? Звоните нам по телефону 2-2-3-2. Ну, бывало и такое. Ну, я в интернете, например, наткнулся. О, как! Ну, то есть это надо на ваш сайт, там этот Роскосмоса идти, и там всё это. Центр подготовки космонавтов, Роскосмоса, там вся информация есть. Как правило, требования не такие сложные, первоначальные. Это иметь образование, либо техническое, либо военное, либо медицинское. Иметь стаж работы определенный, иметь определенный возраст. И пройти самостоятельно большой набор медицинских тестов, испытаний. И все эти документы отправить в Центр подготовки космонавтов. Там их изучают, отбирают уже заочные. Ну, понятно. А дальше по гороскопу. Всё ясно. Кому повезло. Хорошо. А вот время на Земле и в космосе, оно по-разному идёт, течёт? Ощущается? Ощущается по-разному. Как? С точки зрения физики, время в космосе с нашими скоростями передвижения не отличается. Но поскольку весь рабочий день космонавтов и все полгода космонавтов расписаны поминутно, и очень много видов деятельности, которые разных меняют друг друга, это эксперименты, техобслуживание, спорт. Каждые 30 минут, час мы меняем свою деятельность. Мозг воспринимает, что время течёт очень быстро. И вот после недели пребывания на станцию я с ужасом обнаружил, что прошло уже два месяца. А, то есть кажется, что это неделя? Да, очень быстро летит время. А, то есть там летит время быстрее. Удивительно. А я, наоборот, думала, что там стареют медленнее. Но, видите, это же всё мы фантастику читаем. Давайте лучше не читать, сейчас одна песня послушаем. Дорогие друзья, мы поздравляем вас с праздником, с Днём Космонавтики. Сегодня у нас в гостях по случаю этого праздника Сергей Красаков. Как можно сказать, лётчик-космонавт Роскосмоса или просто космонавт? Космонавт-испытатель. Космонавт-испытатель. Красиво звучит. Так вот, я предлагаю поиграть в игру. Вы как? Я готов. Я люблю играть в игру. Вообще играть. Значит, я буду вам называть вещи, которые мы делаем на земле. А вы скажете, возможно ли это на МКС и как это сделать там? Почитать новости. Да, на планшете. Принять тушь. Вот это нельзя, только салфетками можно вытереть себя и тело. Да, побриться. Это без проблем. А поспать до обеда в выходной? Только воскресенье, потому что в субботу до обеда у нас парк хозяйственной работы на станции. Убираемся, чистимся. А созвониться там с родными, с друзьями? По видео, может быть? По видео раз в неделю. Созвонимся с родственниками, а по телефону можно позвонить в любое свободное время. На телефон на земле. Обратно нельзя. А, то есть они вам не могут позвонить? Не могут. А вы можете? Круто. Это очень удобно. Это очень удобно, да. Прямо вообще. Жалко ваших жен. Ладно, посмотреть перед сном какой-нибудь фильм? Выходные дни. Встать ночью к холодильнику и съесть сосиску? Или что-то вместо нее? Да, можно встать, но холодильников у нас нет. Поэтому можно встать и разогреть какую-нибудь еду. Уже готовое. Да, можно высушенный сублимированный продукт, разбавить водой и съесть его. Либо открыть консерву. Ну, наконец, самое главное. Послушать русское радио. К сожалению, не удается. В записи. Только в записи. Да вы что, еще нет русского радио в космосе? Я предлагаю с этим что-то сделать. Сейчас мы будем думать, что мы будем с этим делать, а вы пока будете слушать песни. Сергей Красаков сегодня с нами. Есть такое мнение, что обычно космонавт всего лишь два раза летает в космос. Это миф или это правда? И если да, то почему только два раза что-то? Это миф, заблуждение. Космонавт может летать один раз, два, три, четыре, пять, шесть. Вот как. Наверное, такие рекордные значения. Это зависит только от здоровья. Пока ему позволяет здоровье, он может летать. И второй немаловажный момент – это накопленная радиация. Потому что в космосе повышенный фон. И медики измеряют индивидуальную дозу, которую каждый космонавт получает. И пока не превышено максимальное значение, можно летать. Но как раз, наверное, пять-шесть полугодовых полетов не хватает. Все понятно. Ой, какая вообще. А я-то думала, космос, туризм. Вот сейчас все говорят популярный туризм. А это, оказывается, радиация опасна. За свои собственные деньги можно... Или что? Или для туристов это не опасно? Ну, это для туристов не опасно, потому что мало какой турист на полгода полетит на станцию. А на сколько летают обычно? Более нескольких раз. Обычно это дней десять, две недели. А уже летают туристы? Да, туристы активно летают. Ваня захотел. А сколько нужно денег? Сколько стоит билет до космоса? Ну, это несколько десятков миллионов долларов. Ой, нет, я не полечу. Не полетишь, да? Лучше квартиру купим. Да. Да, тебе. И женим. Нет, ну, конечно, понятно, что все-таки, если раз уже побывал в космосе, туда снова тянет. Независимо ни от чего, да? Это точно. Когда планируете, Сергей, второй раз? Хотелось побыстрее, но, как правило, не меньше трех-четырех лет проходит между полетами. Это связано с тем, что необходимо восстановиться и встать снова в экипаж. Потому что есть определенная очередь и два года идет подготовка к экипажу, к экспедиции. Спасибо вам большое. С праздником вас, хорошего настроения, здоровья, счастья. Конечно же, семья безумно счастлива. Тут, понимаешь, в космосе, а тут четыре года он дома. Ну и всего самого-самого хорошего. Благодарим вас за то, что сегодня вы были с нами. Большое спасибо. С праздником. Я с вами, друзья, прощаюсь до завтра, до 7 часов вечера. А вот Ванечка с вами остается до полуночи. Вечернее шоу Аллы Доблатовой.